Приветствую вас, Эльвира. Давайте разберём ваш вопрос. В первую очередь мне бы хотелось сказать, что вы, вероятно, ошиблись в категории, и вы написали свой вопрос в раздел «Психология вам, судя по тому, как вы его задаёте вам, имеет смысл переадресовать его в раздел именно «Эзотерики», потому что именно в раздел «Эзотерики» отвечают на вопросы о том, есть ли будущее и всякое такое. Вот, поэтому если вы хотите именно узнать будущее, то я вам рекомендую, вот, ну, настоятельно рекомендую вам переадресовать свой вопрос именно в раздел «Эзотерика», там вам гораздо лучше и проще и быстрее помогут именно ответить на вопросы, которые волнуют вас, а не, значит, не ту информацию вам дадут, которую могут дать специалисты, например, в психологии. Вот. Но, поскольку ваш вопрос остался, да, то есть, ну, его не убрали, то я вам отвечу, постараюсь ответить на ваш вопрос о том ключе, как вы его задаёте. Итак, мне 31 год, с мужем-абьюзером не живём 22 года, сын 9 лет. Ну, здесь, наверное, первое, что хочется спросить, это, что произошло между вами и вашим мужем? А почему мужем своего вы называете абьюзером? Вот. Не в том смысле, что он не абьюзер, а в том смысле, что как так вот получилось, что ваш муж стал абьюзером. Вот. Для вас. Что вы вкладываете в это понятие? Очень важный момент, что вы вкладываете в это понятие абьюзерство. Вот. И, соответственно, как вы познакомились с своим мужем, собственно говоря, что вас объединяло, точнее, и связывало. Вот. И, соответственно, почему вы решили, как бы, вашему сыну 9 лет, я думаю, что это достаточно серьезный такой аргумент, да, что между вами было что-то общее. Развод, это само по себе событие такое достаточно травматичное, вот, в том плане, что даже если человек, ну, хочет, если хочет разводиться, вот, даже если вы хотели развестись, а все равно это достаточно травмирующее событие, потому что ручатся привычные представления человека об отношениях, вот, ручатся привычные представления человека о жизни, по крайней мере, как вот это выстраивалось за время замущества. И, соответственно, появляются различные неразрешаемые проблемы. Соответственно, их нужно помочь вам разрешить, вот, чтобы в будущем вы таких ошибок не повторяли. Ну и выбор, выбор вашего мужа, выбор мужчины, это тоже очень такой важный момент, потому что, если мужчина оказался администром, как вы говорите, а вы выбрали его, что, значит, что-то в вашем поведении привлекло такого мужчину, вот, и, соответственно, вы сами, вероятно, увлеклись этим человеком. Вот, да, то есть вот, вы сами мужчиной таким увлеклись. У этого тоже есть причина. Ну, например, это определенная жертвенность поведения, да, например, это определенная зависимость поведение, ну, зависимость эмоциональная, то есть нуждаемость в человеке, то есть потребность в человеке, ну, и так далее. Это тоже необходимо крайне разобрать и рассмотреть, вот, потому что это может существенно влиять на вас. В частности, например, идея зависимости, вот, вполне может оказывать влияние на ваше текущее поведение уже с другим мужчиной, вот, с другим человеком, вот. Делая вас, как бы, менее естественной в отношениях с ним, делая вас более заинтересованной, ну, заинтересованной сверх нормы, высшей нормы, ну, вот, и тем самым ставя вас в невыгодное положение. Хоть назад познакомилась с парнем ему двадцать лет. Недавно пригласил меня встречаться, чем поставил меня в тупик. Ну, а здесь опять же важный момент, что парень значительно существенно младший раз, вот, и само по себе это неплохо, само по себе, что парень существенно младший раз. Само по себе это неплохо, вот, но есть определенные сомнения в том, насколько аутентично, то есть непосредственно вы его воспринимаете, как человека, да, как личность, вот. И, соответственно, этот момент для вашего же блага имеет смысл проработать, чтобы вы были уверены, например, да, в том, что молодого человека вы воспринимаете абсолютно, ну, адекватно, абсолютно аутентично и, в общем-то, не воспринимаете его в контексте предыдущего опыта, в контексте аргументов, в предыдущем опыте, в контексте, например, потребности себя обезопасить, ну и так далее. Это очень важный момент. Идем дальше. Значит, что вас объединяет с этим молодым человеком, опять же, что между вами общего, вот. Какие у вас к молодому человеку, если есть, ну, желания, да, если есть потребности, вот, может быть, ожидания, то есть, если у вас есть к ним ожидания, то это нужно все обязательно осознать, постараться осознать и, так сказать, интегрироваться в вашу... Ну, вот, психологическую, скажем так, реальность, в которой вы сейчас находитесь. Это важно. Дальше. Недавно он предложил мне встречаться, чем поставил меня в тупик. Ну, опять же, довольно естественно, что молодой человек предлагает вам встречаться, особенно, если вы ему нравитесь. Я сильно сомневаюсь, что вы, ну, не замечали того, что вы ему нравитесь, сильно сомневаюсь, что вы этого не замечали, поэтому я думаю, что здесь вы, ну, к какой-то степени, немножко лукавитесь, потому что я думаю, что любая женщина, в принципе, чувствует, когда нравится мужчине, и вы чувствовали, скорее всего, что нравитесь молодому человеку. Ну, почему-то, почему-то, вот, предпочитали этого не замечать, ну, дело, конечно, ваше выбор, конечно, ваше, вне всякого сомнения, вот. Но, как бы, ситуация это не менял, вот, поэтому тут нужно обязательно прояснить такой же момент, как связано тот факт, что мужчина предложил вам встречаться с тем, что это поставило вас в тупик, вот. То есть, вы, например, чувствуете себя обязанно, вы боитесь отношений, для вас это, может быть, сложно, вот, или, может быть, что-то, что-то еще. В любом случае, это необходимо рассмотреть, потому что это, как вы сами видите, несколько влияет на ваше поведение. Ну, потому что ничего такого в том, что мужчина предложил вам встречаться, нет. Кроме, пожалуй, того, что предложения встречаться, ну, не совсем, не всегда уместны, я бы сказал, вот. Ну, то есть, в некоторых отношениях это, скорее, убивает, ну, снижает темп развития, чем увеличивает. Я ответил, что отношения пока не планирую, но здесь я вас хочу расстроить, отношения никто никогда не планирует, они начинаются тогда, когда появляются чувства. То есть, если вы, на мой взгляд, пытаетесь рационализировать, вот, рационализация, это психологическая защита, значит, вы от чего-то защищаетесь. Если вы от чего-то защищаетесь, значит, скорее всего, вы чего-то боитесь, чего-то опасаетесь. Вот, в первую очередь, с этим, чтобы ничего не боялись и не опасались в отношениях, и нужно, на мой взгляд, работать. Дальше. На самом деле, мне очень нравится, я свободный, я боюсь, что ничего не получится. Ну, вот, что вы хотите от отношений, что вы от них желаете, что вам нужно, что вы нуждаетесь. Видите, по сути, ничего получается не изменилось со времен ваших отношений с мужем. Ага, не хочу его терять, но вот здесь у вас идет объяснение человеческой ценности, потому что вы не можете потерять человека из-за того, что человек никогда вам не принадлежит, человек не может быть этой собственностью. Но вы, вы, вы очень сильно к этому склоняетесь, так значит, вы и свою ценность воспринимаете так же, так же, в контексте какого-то вот материального эквивалента. Что, безусловно, неприемлемо и связано с вашей низкой самооценкой. Так, есть ли будущее с такой разницей в возрасте? Будущее есть, если вы непосредственно друг друга воспринимаете. Как себя вести естественное дело. Вести себя нужно естественно. А естественно вести вы себя не сможете, пока не разберетесь со своими страхами, потребностями, внутренними конфликтами и переживаниями. Пока не поработать с самооценкой, с личными границами, возможно, с женским образом, женской моделью поведения. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго.